всем здравствуйте хочу сегодня рассказать ответить так сказать на один большой вопрос а почему у вас собаки всегда спят вот вы смотрите видео они всегда спят на видео у собак в норме по их физиологическим соответственно биологическим ритмом спать до 18 часов в сутки до 18 часов в сутки соответственно это их это их нормальные циркадные ритмы то есть собака спит еще какое-то время она помогла пары часов проводит в полудреме у нее и на активность у нее остается 3-4 часа в день если правильно соответственно выгуливать собаку давать и активные выгульные нагрузки то она просто приходит домой и плюхается вот так и все вот у меня так и приходит мы не качаем их успокоительными они сами приходят и вырубаются просто плюс к этому чтобы так научить чтобы именно сделать потому что если собаку не воспитывать вообще у нее собьются все циркадные ритмы напрочь она будет нервный нервный соответственно из-за того что нервный будет больной это удар по жкт это это сердечные болячки это аллергии от нервов это часто очень все бывает вот соответственно чтобы помочь собаке так сказать настроиться на правильный режим вам нужно ее воспитывать а именно заниматься разграничением территории дома и изучением команды места то есть да иди и превратить дом в большую зону спокойствия вот в большую зону спокойствия то есть собака приходит заходит и все у нее не должно быть понимание что дома есть игрушки не должно быть понимание что дома можно играть бегать грызть у нее должно быть понимание единственная пришла легла сплю все на прогулке играя гуляя трачу энергию пришла легла сплю то есть это сделать несложно это просто грамотное воспитание которым я как раз рассказываю в своем приватном telegram канале подписаться на него вы можете по закрепленной ссылочке под один хоть под каждым роликом 350 рублей в месяц один раз в месяц 350 рублей стоит подписка вы сэкономите много денег на кинологах то есть мало того нервов много сэкономите на неграмотных специалистов то есть вот вам просто нужно соответственно подписаться зайти вот сейчас мы тренируем как раз игру как вот вы обратили можете обратить внимание да соответственно когда мы только начинаем тренировать собак у них нету этого понимания то есть вы начинаете она вот сидит и пыхтит на лежаке да то есть я и ограничил уже я языком тела как я это делаю вы тоже там же увидите в телеграм-канале языком тела и ограничил соответственно передвижение да и она не выходит с места но при этом она на нем не спит она сидит и пыхтит на месте потому что соответственно думает блин что такое почему так я с места не могу выйти что мне делать то есть у нее тоже нету понимания что дома это зона спокойствия да но мы как раз его вкладываем тигры же у нас на продажу отличная девочка с шикарными кровями вот этот да отличная девочка с шикарными краями кровями извините затроил вот кровями поэтому покупайте она у нас будет обучена всему тому же самому то есть она будет уметь именно грамотно уметь место разграничения территории у нее будут эти вот циркадные ритмы налажены соответственно у нее будет кормежка по команде приучения к туалету и основы хождения с поводком по стоимости тигра 350 тысяч рублей вот вроде все я рассказал а как вы считаете сколько собака должна соответственно спать сколько не спать сколько двигаться но хотя что вы можете считать если научно доказывать если что-то можно считать когда это что-то не доказано то есть если нормальный циркадный ритм уже это все давно изучено это все понятно и у людей то есть люди ведь есть невротики которые то есть соответственно плохо спят плохо это у них сразу все болячки то есть у них на психосоматике начинает сыпаться здоровье во всех местах в частности как я сказал жилу докусы понятно все все подряд давление сердца все то есть собственно собак ровно также поэтому то есть и человеку который соответственно страдает так скажем неврозом до нужно работать над собой особо собака сама над собой не поработает только в обратную сторону собаку должны наставлять вы то что это тайное животное соответственно и вы должны быть вожаком и вы должны наставить ее на путь истиной потому что вы знаете как для нее лучше она не знает она пойдет сожрет какой-нибудь яд сама и и все собака не знает что лучше не знает что для нее полезней не знает как для нее лучше делать самое главное вы никогда не должны делать как у хочет того собака потому что я вам уже только что сказал она может хотеть съесть яд который везде раскидывают выйти вот но я грубо говоря да или какой-то другой хренатень вот вы только вы знаете что лучше для вашей собаки так что всего доброго